Итак, у нас сегодня артист-ток с Андреем Джерковичем, чья выставка сейчас проходит в Демчуг Гэллори. Она называется «Исчезнувшие». И посвящена историческим событиям резне в Сребрельнице. Вчера исполнилось ровно 22 года с момента этих исторических событий, когда сербской армии были вырезаны по разным подсчетам от 7 до 8 тысяч мусульман-баснийцев. И, собственно, процесс идентификации и поиска останков этих людей ведется и до сегодняшнего момента. На выставке представлен фактически один проект, написанный шрифтом Брайля «Имена жертв». И, я думаю, мы расспросим немножко больше художника сегодня о том, что его сподвигнуло этот проект создать, какие личные у него были и личные мотивы на это тоже стоят за этим, и, наверное, какова релевантность этого проекта в таком масштабе более социально-политическом, скажем, поскольку до того, как приехать в Украину, проект был создан в 2004 году, он показывался уже большое количество раз и в странах бывшей Югославии, и, скажем, в Турции, то есть в самых разных контекстах. Я думаю, об этом тоже Андрей скажет сегодня. Итак, моя первая вопроса будет, наверное, о твоих личных мотивах и истории behind this work, потому что я думаю, что это красивая история, но также очень красивая история, которая, в самом деле, приводила тебя к бороться с этим вопросом. Это будет моя первая вопроса, но давайте я сначала переводить ее в русский. Первый вопрос о личной истории Андрея и о том, почему он начал этим проектом заниматься. Движемся, мне manner то, чтобы вы, как если вы, если вы со слов中 связаны этой истории, да? Ну, вообще, то есть, что ты заưesse сейчас работаешь? Ну, я,ומя,цикла,эхо-Эвакая 불опов, вы, как вы, из, изв NSA, во время осады сараева я с моей матерью находился в сараево и мы были разделены с отцом который был за границей и нам не удалось за все это время увидеться и во время осады отец скончался и был похоронен соответственно никто из нас на похоронах не было поэтому для меня важным очень важно было в какой-то момент поехать на его могилу и прикоснуться к ней потому что это была единственная возможность как-то прикоснуться к собственно к моему отцу да and in the same time happen the massacre in srebrenica which is small city two hours from saraeva and there was eight thousand people who were missing and the main wish of the mothers and the wives of these men was also to find them and to bury them in a normal way and to touch their graves that means we had a similar personal wishes to happen и примерно в то же самое время произошла эта резня в сребреннице это два часа езды от сараева где в течение одних суток пропавшими считала считалось до 8 тысяч человек это все мужское население было и и матери и жены и сестры этих людей впоследствии имели точно такое же желание как и я найти останки своих сыновей отцов братьев похоронить их нормально и потом иметь возможность приходить на эту могилу как-то прикас прикасаться к ней потому что это был как бы единственная единственная возможность для них каким-то образом сохранить связь с этими погибшими людьми и таким образом наши желания совпали и через эту идею осторожно я получал с тачкой я получал идея я пишу сразу и говорила браиле и я получал в список 8000 из-за того, что я получал из-за того, что я получал 8000 из-за того, что я получал И через вот это прикосновение, через желание прикоснуться к могилам, ко мне пришла такая идея написать имена всех пропавших людей шрифтом Брайля, потому что с ним взаимодействуют как раз с помощью прикосновения. И я попросил список пропавших в трибунале в Гаге, и потом в течение трех месяцев переводил эти имена на шрифт Брайля, и вот, собственно, это проект, который вы видите, это результат этой работы. Ну и главная идея в том, что мы не видим эти имена, когда попадаются в эти имена, когда попадаются в эти имена, мы попадаем в пространство галереи, но вот жестом и прикосновением мы каждое отдельное имя как бы символически извлекаем и вытаскиваем из вот этого коллективного списка, о котором мы всегда говорим, да, что жертв там 8 тысяч человек, но мы никогда не говорим о каждом конкретном человеке, а только называем общее число. И также, потому что в Боснии сейчас есть этническое сепарение между людьми, и с этой экзибицией все это белое, поэтому мы не смотрим на их имена, выбираем их, к которым они принадлежат. И потому что в Боснии сейчас очень четко присутствует такая сегрегация и разделение по национальному и религиозному признаку, важным является то, что эти работы такие белые, максимально нейтральные, то есть мы не видим имена, фамилии, и, соответственно, по фамилиям не можем определить, какой национальности этот человек или какой этнической группе он относится, и снимается немножко вот эта сегрегация. То есть мы к ним просто как к человеку относимся, а не к представителю какой-то этнической группы. И я хотел бы приехать в Киеве и в Украине с этим проектом, потому что вы в какой-то пост-конфликт времени в вашей истории, и поэтому вы также должны перейти этот процесс. И мне важно было показать этот проект в Украине, потому что мне кажется, что вы сейчас находитесь в такой ситуации, в пост-конфликтной ситуации, в фазе, и в какой-то момент вы наверняка тоже столкнетесь с этой проблемой, как вот с таким травматическим опытом работать, и, возможно, опыт наш может быть для вас как-то релевантен и интересен. Ну и люди в этом списке, они из другой этнической группы, нежели я, но для нас важно было сделать этот проект вместе для того, чтобы показать какое-то единение и одну нацию, а не вот это разделение, которое очень сильно сейчас присутствует в стране. Ну и вопрос для Украины заключается в том, как долго вы позволите этому разделению существовать в стране, потому что в Боснии, например, этот процесс спустя 25 лет все еще продолжается. И я поехал в много конфликтных ареалов, как на Северной Айланды, Баска, Курдистан, но все равно, как на Северной Айланды реагируют в стране. Так что я хотел бы приехать с этим проектом, и я хотел бы сейчас ждать, чтобы посмотреть, как долго здесь будет понимание о потребности для нормальной жизни, и для того, чтобы посмотреть национальные элементы, которые в целом территории. Ну и с этим проектом, и для других проектов я бывал в разных конфликтных зонах, например, в Испании, где с Басками продолжается история с отделением, и мне интересно посмотреть, как в Украине, как Украина сможет преодолеть или не преодолеть вот это разделение, и подумать о том, как страна может существовать как некая единая единица, неразделенная. Спасибо, может быть, вы хотите поговорить о других проектах, которые связаны с этим проектом? Нет, я закончил графическое дизайне, и во время войны я начал делать фотографии, особенно на фронт-лайн, но я никогда не освободил мою работу во время войны, и есть еще много материалов, которые я еще не показывал, потому что я хочу позволить время быть понимаемым, потому что в сегодняшний день все слова и все же. Поэтому я хочу позволить время чтобы люди смотрят эти фотографии из прошлого, немного разными. Ну, я начинал как графический дизайнер, и во время войны стал заниматься фотографией, и много очень снимал на линии фронта, но очень большое количество этих фотографий до сих пор мною не проявлено, и нигде, соответственно, не показывались, потому что для меня, мне кажется, важным, чтобы время прошло, и чтобы люди могли посмотреть на них уже с какой-то критической дистанцией, и, соответственно, другими глазами. И поэтому, кроме того, все войны сейчас очень похожи между собой, поэтому мне важно, чтобы вот этот конфликт и то, как я его увидел, чтобы время прошло для того, чтобы эти фотографии были восприняты как-то иначе. И, когда я не могу экспрессировать мою арту через фотографию, я делаю также интервенции в специи, или инсталляцию, как эта экзибиция есть, потому что это единственный способ, как это сделать. Я делаю так, и все мои работы это концепты из-за эксперимента. Это означает, что все, что я делаю, это из-за моей эксперименты. Я не могу сделать работу о чем-то, о чем-то, о чем-то не было связано с каким-то образом. Ну, и все мои работы, они тем или иным образом основаны на моем личном опыте. Я совершенно не могу создавать что-то, что не имеет ко мне отношения. И, кроме этого, если медиум фотографий не позволяет мне, не дает мне возможности сказать то, что я хотел бы сказать, я прибегаю к другим медиа и создаю, например, инсталляции или такие проекты, как вы видите здесь. I also wanted to ask you about, in your opinion, what is the role of art in times of crisis or in times of war or uprising or, you know, in times of turbulence in society? Well, I think the main problem is sub-mediation. There is too much media, you know, so when you have conflict, who gets more attention is the foreign artists or photographers about some country, than the local, which immediately loses sense of of directness, what artists want to show. Well, I think the question was about, what is the role of art in these crisis moments in the society, in the lives of society, when it was a war, or revolution, or a war, and the other people and the other people have a problem that there is often in the слишком of much attention to the media to such a conflict. And, 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 because now when you watch about photography, who get more attention is the photojournalists from European agencies, who get award and attention for their work in war-torn countries. but I would like, and everybody would like to see, how the locals see these conflicts. Well, and, 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 and the other people, было бы гораздо более интересно увидеть, как на эту ситуацию смотрят локальные фотографы, люди, которые непосредственно этот опыт переживают. Ну и на примере Ай-Вэй-Вэя, например, когда он был в Китае и находился в заключении, он по большей части говорил о себе, о своем каком-то личном опыте, о ситуации в Китае, и все это было пропущено через себя, в то время как сейчас, когда он оказался на свободе, для того, чтобы какое-то релевантное высказывание сделать, ему приходится ехать в Грецию и эту тему беженцев затрагивать, при этом мы, наверное, не знаем, какое его к этому отношение и где в этом всем он, а видим только вот эту внешнюю сторону, которая для медиа. В общем-то, некоторые художники реагировали на ситуацию, когда был острый конфликт, было ли много популистских проектов рассчитывать на быстрый успех, сколько времени прошло после конфликта, когда начнут являться осмысленные проекты. То есть, каково the immediate reaction of the local artist to the conflict and how much time did it take for them to produce something uh meaningful and maybe more in depth about the yeah that's good question because the artist react immediately which is very good because uh that was like a parallel of all these bad images that people get so they will get also art local art works who are talking about their lives during the siege you know i didn't really get it all the works that artists did during the war and after the war was so important because they to to cancel all these images that people watch on the tv and the okay работы которые были сделаны во время и сразу после войны их главная значимость была в том что они как бы противопоставлялись той картинке которую создавала медиа тем ужасом которые показывала то есть это было как бы альтернативная как это альтернативный способ говорить о войне и о трагедии и и что очень важно сейчас это очень важно это это набирает потому что Босуния политически graduated со Стрекой по три разных р消 ser recruiting религирующие и этнических группы который cooperate на этиnings и Вы получаете четыре церкви то есть которые Ну и важно то, что Босния разделена на условно говоря такие три группы, это мусульмане, сербы и хорваты, и художники это в принципе единственная группа, которой принадлежит вообще это национальная боснийская идея, если можно так сказать, которая как-то могут объединить вот эти три конфликтующие между собой подгруппы. То есть все, что они не могут выразить с помощью каких-то политических инструментов, они могут выразить через художественные жесты в галереях или в каких-то арт-институциях. Нужно уточнить, а в чем все-таки альтернативность медиа состоит? Ну, альтернативные искусства, ужасы военные, понятно, но в чем состояла альтернативность? Что художники делали? И насколько они были активны, ну, социальные и мусульманские? Почему вы думаете, что арт-институция была альтернативной к главной нарративе? Насколько это сильная была группа, способна ли она действительно противостоять? Альтернативная музыка была сильная для эффективности на глобальном уровне? Да, это сильная, потому что это продолжает. Если вы работаете 25 лет, то есть самая линя о том, что вы думаете о стране, о идентистике. Это означает, что у нас есть продолжительность. И это не даже альтернативная, это официально. Как я сказал вам, арт-институции не связаны с политическим системом, они не связаны, но когда они делают свои работы, которые являются против этого состава, они делают это в институционных галерах, которые хотят провоцировать государственную систему и люди, которые хотят в этом системе, думать снова о университетах. Ну, Андрей считает, что это достаточно сильное и важное движение было, потому что оно до сих пор приносит какие-то плоды и до сих пор существует. И самое главное, что с одной стороны оно альтернативное, а с другой стороны вполне официальное, потому что художники, транслирующие вот эту идею единения в противоположность разделенности страны в реальности, они эту идею в основном транслируют через выставки и проекты, сделанные, скажем, в государственных институциях. То есть это их способ говорить об этом и доносить эту идею до, скажем, политиков или тех, кто на более высоком уровне занимается этими вопросами и таким образом вносить какую-то свою лепту в этот процесс. Но вы думаете, что это работает, что это эффекта что-то? Да, это эффекта, потому что если это не эффекта, они будут пытаться уничтожить это, и все эти артистные движения, и все эти политики. Они продолжают за 25 лет и дали их думаю. Они продолжают. Мы в нормальном дне. И в том, что артисты с нормальным думом выступают в Вене-Биене representают страну, это также показывает, как политики спорят эти новые идеи, которые могут уничтожить все свои политические... Что ты имеешь в виду нормальное мнение? Нормальное мнение... Например, в Боснии есть три президента. Они изменятся каждый год по этнической группе. В Вене-Виене или в какой-то галереи есть артисты, но никто не знает в какой группе. Они representают артисты. И это главная победа. Потому что в политическом системе, когда вы выбираете, когда вы выбираете, когда вы выбираете кандидат, вы будете как член из одного из этнических групп. Но когда вы выясняете, они не могут смотреть вас как член из одного из них. Они смотрят вас как босниянский артист, и вы понимаете, кто себя представляет. Это бесконечная битва между политиками и художниками, скажем так. И главная победа заключается в том, что на политическом уровне три президента в стране, они меняются каждый год, каждый из которых представляет одну из этнических групп. В то время, когда, скажем, на Венецианской биеннале в павильоне Боснии и Герцеговины представлен один художник, который боснийский. То есть у него нет вот этой аффилиации с одной из этнических групп. И когда он выставляется где-то в галерее, он тоже представляется как боснийский художник, а не как мусульманин или серб или хорват. И в этом Андрей считает самая главная победа художественной среды в стране. Можно мне рассказать про… Но самое значимое проекте, что он чувствует влияние именно проектов художника на социальную жизнь. – Can you name a project that had affected political life to a big extent? – But you have… One of the main project is the new Museum of Contemporary Art, which is designed… The building is designed by Renzo Piano for free. And the collection is one of the greatest collections in Europe. There's Pistoletto, Boys, Scorshoot… But there's no building. They don't want to build a building because it's not entering in their political meaning. So we have a collection. It's in one depot. And the collection is growing up. And one day we will build that museum. So this is the project, who supposed to be alternative on all this national separation identity. It's the museum of contemporary art… Ну… Один из таких проектов – это, наверное, проект Музея современного искусства. Проект здания… был предложен… сделан бесплатно итальянским архитектором… — Renzo Piano. Но он так и не был построен При этом у музея есть коллекция И она достаточно сильная В ней там работы есть и Бойса, и Пистолета И многих других Но у государства нет вот этой политической воли Построить собственно здание музея Потому что опять же это речь идет о каком-то Объединяющем национальном проекте А возвращаемся снова к тому Что страна разделена на три этнические группы То есть это имеет символическое значение этот музей Музей существует Музей существует, да Может, ты можешь сказать несколько слов О том, как коллекция работает Потому что я думаю, что это интересно Это очень интересно Потому что, опять же, мы не спрашиваем помощи От государства, от государства, от институции И так же, коллекция растет и растет И так же, как они не хотят помогать Сделать этот здание Однажды, этот здание растет Потому что коллекция будет так большой и важной Ну и интересно, как функционирует И как, собственно, пополняется коллекция этого музея Потому что государство к этому не имеет никакого отношения И это художественная среда Которая через свои личные контакты Просто приглашала различных европейских кураторов Например, из Вены, из Венеции, из Истамбула Сделать выставку в своем городе современного искусства Выбрав 7-8 художников локальных И потом эту выставку передать в дар музею Сараева То есть фактически все работы, которые находятся в коллекции Они до этого были представлены на выставках в разных городах И после этого переданы в дар музею То есть несмотря на то, что государство всячески противится созданию этого музея Коллекция пополняется Ну и рано или поздно, наверное, здание все-таки будет возведено Музей создан, он находится в спортивной арене Он как бы существует, но у него нет отдельного здания Да-да-да, ну то, о чем Андрей говорила, что он в депо в каком-то там эти работы собраны They are in a gym or the works There is a small part which was like renews just to have a depo That you can see few works, but it's just, it's not even quarter of the collection Да, ну то это даже не четверть коллекции там представлены, ну, доступно Ну, душу уже есть два больших этажа Ну и по проекту архитектора там музей соединяет Он соединяется мостом с рабочим кварталом Сараева, потому что между ними река То есть идея такая, что это музей для людей и, соответственно, максимально облегчит им доступ к искусству And this exhibition is part of the collection И эта выставка часть коллекции этого музея также Может быть, еще какие-то вопросы есть? Почему мы решили как галереи обратиться вот к этой теме, чтобы мотиваться, ну, кроме как бы параллельно То есть, почему именно это можно, почему именно это выставка? It's more question about the gallery's reason to exhibit this show, so I'll reply in Russian, if you don't mind Ну, на самом деле мы несколько лет назад работали с такой, с португальской группой, которая делает проект «Сувениры из Европы» И он был представлен у нас в окнах галереи Они просят художников из разных европейских стран представить один объект, который каким-то образом бы символизировал эту страну Ну, такой сувенир был бы из этой страны И Андрей, он участвовал тоже в этом проекте, но его работы мы не показывали тогда И, собственно, вот это такая связь, которая позволила нам как-то просто элементарно встретиться и начать этот диалог И мне показалось, что эта тема действительно, как вначале говорил Андрей, достаточно релевантна и интересна для Украины Несмотря на то, что наша ситуация, конечно, очень сильно отличается от югославской Но, тем не менее, здесь речь идет, когда все конденсируется в конечном итоге к каким-то базовым человеческим эмоциям и переживаниям Связанным с утратой близкого человека в конфликтной какой-то военной ситуации А это, я думаю, как раз то, что в Украине происходит сейчас сплошь и рядом И поэтому этот опыт, ну, или вот такой, как мне кажется, очень sensitive, да, такой очень осмысленный и аккуратный подход к этой теме Он, наверное, должен быть интересен украинскому зрителю Я думаю, так И Андрей очень рад, что мы это сделали Ну, мы практически год как-то вели переговоры и пытались воплотить это в жизнь, но мы тоже очень рады, что это произошло А в фильме от Свена Стилиновича, например, как участие в этой организии или это просто документация А, can you say a few words about the video? А, да? А, да, да, да А, да, 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 да использовали для политических преследований. Каждый сентябрь мы идем туда, чтобы строить строительство, все преследования. И когда мы делали эту эксплуатацию в городе Рейка, которая была разделена во время войны между Кроацией и Итальями, он получил идею сделать видео. Я был так рад и рад, потому что он очень известный старый генеральный. И это видео является частью моего книги о Срабринце. И я была очень рада, чтобы это привлечь сюда. Потому что если он хотел сделать что-то для меня, я тоже хотел сделать что-то для него. Это была коллаборация, и она случилась, когда я показывала этот проект в Хорватии. И, собственно, он был показан на острове, который во время... В коммунистические времена был, где находилась тюрьма. И там, собственно, и был показан этот проект. И появилась эта идея сделать видео. И, конечно, я был очень... Онорд... Польщен тем, что такой известный художник уже старшего поколения хочет что-то сделать вместе со мной. И поэтому, как дань уважения ему, я решил показать это видео здесь. Потому что он что-то сделал для меня, а я, соответственно, что-то делаю для него. Что-то проявление проявления и проявления на Баневрука? Как это было? А, это было представлено в Баневрука. Это было представлено даже в Белгрейде. В основном, чтобы показать человеческое существование, потому что все употребляют в своем собственном способе. Мы просто должны работать так. Физическое существование, когда мы родились, мы есть что-то. Мы просто должны смотреть эту человеческую существование. В конечном итоге проект все-таки о человеке и его существовании, потому что все мы рождены в каких-то одинаковых условиях, более или менее находимся эмоционально, скажем, каким-то набором чувств и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы этот проект воспринимался в первую очередь так, как через чувства и через какие-то универсальные вещи, которые для всех понятны. Я знаю, что здесь, сейчас, в этом моменте, это трудно думать о том, как другие смотрят. Но, например, в прошлом году в Франции открыли монумент, это как ринг. Это был президент немецкий и президент французский. И на этом ринге у нас все наши имена французских и немецких, которые употребляли в этом месте. Время войны? Время войны. Время войны. Время войны. Время войны. Мы должны начинать думать о тех, кто кунг, а не в какую-то причину. Если вы смотрите, я думаю много о которой вы хотите переводить. В прошлом году в Франции президент немецкий и французский открыли монумент, такой круг, на котором были написаны имена жертв павших во время Второй мировой войны. И может быть сейчас это странно и мы думаем о реакции противоположной стороны на те или иные наши действия, но спустя время речь все-таки идет о том, что это люди, которые погибли во время войны и может быть уже не так важно, каковы были причины и почему они погибли, но важен сам факт того, что это случилось. И мы возникли в Вьетнамской войне. В Вашингтоне есть большая война. И если вы посмотрите, как много хатридов и расизма в Украине было в Вьетнамской войне. И на этой войне они все вместе с их именами. Это означает, что это не написано, кто он, который, 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 какой религий. Так что люди просто приходят на эту войну и на этой монументе они делают противостояние Брая. Например, в Мемориале имеют А4-папер и вы берете с вами и вы положите на войну, где есть имя. Это означает, что вы приходите к этому монументу и вы берете этого человека из этого большого количества солдат, которые погибли на войну. И мы выросли с Вьетнамской войной. Андрей говорит о своем поколении, очевидно. И в Вашингтоне есть такой монумент, опять же, жертвам этой войны, где все имена перечислены без привязки к тому, с какой это стороны, какая-то национальность, религия или еще что-то. И там идея противоположная шрифту Браиля. Там каждый может взять листок бумаги, приложить его к памятнику и, потерев, проявить. И на бумаге проявится имя одного из или нескольких людей, которые там записаны. И таким образом вы можете с собой, домой забрать эти имена и, опять же, символически извлечь их из вот этого большого массива погибших и жертв, о которых мы, опять же, всегда говорим, когда говорим о каких-то таких массовых убийствах или смертях. И это только две вещи, и мы можем закончить. Например, еще одна вещь. В Нью-Йорке, сейчас, на «зеро-поинт»… У нас есть, опять же, на «зеро-поинт» на «зеро-поинт»… У нас есть имена для людей, которые умерли. У нас есть имена для каждой религией, каждой страны. У нас есть также «зеро-поинт»… Но, знаешь… У нас есть монумент, который придет, чтобы получить респект для людей, которые просто потеряли жизнь. Потому что это факт. Или почему? Как? Это на другой уровне. Ну и последний пример – это монумент в Нью-Йорке на месте башен-близнецов, где по периметру каждой из башен тоже написаны имена всех жертв. Вне зависимости от того, были они американцами или нет, потому что там были и рабочие какие-то из других стран. И мы приходим к этому монументу для того, чтобы почтить память людей, которые погибли, вне зависимости от их расы, национальности, пола и так далее. Потому что самый главный факт – это то, что они погибли, а причины, по которым это произошло, это уже следующий уровень, не касающийся этого основного факта. Но, как я так позитивно, Саарея не следует за это. И если вы посмотрите, то есть 11 тысяч человек, которые были убиты. Это означает, что вся религия. Но есть не существующий монумент с всеми списками людей. Например, когда какой-то странный президент или кто-то, кто хочет приехать и дать респект, то есть нет места для него делать это. Ментальность полностью меняется. В Сараево нет таких вещей, которые я объяснил вам. Ну и я привожу все эти позитивные примеры, но, тем не менее, в Сараево нет монумента, к которому, скажем, даже какие-то официальные делегации, представители других стран могли бы прийти, чтобы почтить память людей, которые погибли в осаде Сараево. Это более 11 тысяч человек. И вот такого монумента до сих пор там не существует. То есть в этой порту, например, есть небольшой? Да. И есть монумент на сих пор. Да, но это для каких-то групп. Да, это для многих. 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 Я не назвал это для многих. Я знаю, что, как мы Sabina был на Ценаево. это просто войска, и вы приходите туда, потому что они уничтожены вместе, 11 000 человек уничтожены вместе за идею о своем городе, и это не существует, и даже солдаты, которые борются в защите городе, они не уничтожены вместе, они уничтожены в своих религиозных семинарах, это невероятно, вы знаете, в моей генерации, мы все были, как бы, в исламе, мы были связаны в религиозном сообществе, потому что наши родители, но религия была не наша основная вещь, вы знаете, потому что мы уничтожены в нормальной общественности, и когда вы видите, что эта генерация была уничтожена, как религиозные солдаты, это делает вас грустно, и я даже был в Галиполе, в Турке, когда вы получили первую войну, большинство войны, люди пришли из Аустралии и Нур-Зеланды, и вы видите, что это там, что Турка занимает осуществление британских, и вы знаете, потому что это факт, это, для меня, страшно, что Сария не имеет монументы к этой идее, которую мы были защищены. Да, действительно, в аэропорту есть памятник, но он определенной этнической группе, жертвам, представителям определенной этнической группы, и в этом как раз и проблема, потому что даже солдаты, которые защищали город, они похоронены на кладбищах соответствующей религии, там, на мусульманском кладбище или на христианском, и в этом смысле это самое ужасное, что они вот таким образом разделены, и нет памятника, который бы мог дать возможность почтить память всех, кто защищал город, потому что это были люди, солдаты, которые сражались плечом к плечу и защищали свой собственный город, вне зависимости от того, какое у них было вероисповедание или этническая принадлежность, в то время как в Турции, например, есть место, где происходила одна из больших битв Первой мировой войны, и в которой принимали участие и австралийцы, и британцы, и самые разные другие национальности, и турки при этом до сих пор занимаются и содержат этот мемориал, вне зависимости от того, что это не только турецкие военные похоронены, но и представители других этнических групп, чего нет в Сербии и что как-то вызывает у меня гнев, потому что вот это разделение, оно присутствует даже на этом уровне. Если нет больше вопросов, то, наверное, все. — Активные, коротко, может быть, все-таки о функционировании музея современного искусства. Я правильно поняла, что формирование коллекции берут активные части художники? То есть, как он функционирует, с какого времени, как долго, ну, как пример, потому что это очень важная вещь, мне кажется, и для местной ситуации, а музея все говорят, и надеяться на коллекционирование. — Для украинского контекста, может быть, интересно, если вы добавили несколько слов о музее современного искусства, как он функционирует, и когда он был построен, потому что мы также не имеем музея современного искусства, и мы поднимем всю нашу вероятность, и мы ожидали, что коллекционеры будут помогать строить это музея. — Но они должны. — Да, они должны. — Идея началась в 1992, от режиссера, который был в Италии, как из-за избранного искусства, и он начал общаться с известными режиссерами в Италии. Первый контакт был с Пистолетто, и потом с Бруно Кора, и все эти режиссеры. И, по времени, они сделали предложения для режиссеров, если они хотели сделать это. И, надеюсь, режиссеры получили это. И также, через эту деятельность, мы попросили их правительство чтобы быть участвованы. Это означает, когда экспедиция была в Истанбуле, это был туркский правитель, который попросил чтобы быть участвованы для помогать это. Италийский правительство помогало, за 15 лет, это проект. Италийский правительство Ренчо Пиано создавал для свободы, это также знак, для других людей чтобы быть involuntarily в момент, когда деньги очень важны. Ну, это началось в девяносто втором году, когда директор музея был, собственно, в изгнании в Италии. И он начал общаться просто с художниками, кураторами. Там один из первых был это Микеланджело Пистолета. И появилась вот эта идея жертвовать работ, да, делать выставки и жертвовать работы для музея. Параллельно в этот процесс включились правительства тех стран, где это происходило. и, например, Италия уже на протяжении пятнадцати лет, итальянское правительство поддерживает эту программу. Когда это было в Турции, соответственно, турецкое правительство занималось всей экономической стороной этого вопроса. Ну и, собственно, во времена, когда деньги значат практически все, да, и это такой самый важный фактор. Тот факт, что Рензо Пиано делает проект музея бесплатно, он как бы тоже показывает и символизирует важность всего этого процесса и того, что и другие художники или кураторы готовы совершенно на таких безвозмездных условиях передать работу или сделать выставку для этого музея. Италия, в конце концов, он снова пришел к существу. Потому что, да, есть музеи, которые могут покупать работы, и артисты могут получить много денег, но есть также другие идеи, которые артисты могут чувствовать лучше, если они дают какую-то идею. Например, «Сарея проживали проживание проживания проживания в истории человечества». Это показывает спирит, который никогда не показывал. И эти артисты и творители хотят быть частью этого. Поэтому главная вещь это музея будет свидетель нашей существования, но также артистам того времени которые работали в время Сараево. Конечно, для художников они могут продать свои работы коллекционерам или галереям или музеям, которые заплатят за это большие деньги, но с другой стороны для них этот акт передачи работ музею Сараево, который это город, который после Сталинграда претерпел самую длительную осаду в истории человечества. И это, конечно, показывает дух этих людей и то, что им удалось это пережить. И художники этим актом передачи безвозмездной работ они, конечно же, поддерживают людей, да, жителей этого города и вот эту идею того, что им удалось выстоять в этой осаде. Поэтому это какой-то такой, может быть, более важный для каждого отдельного художника жест, нежели продажа работы. И когда у вас появится музей современного искусства, я передам также работу в его коллекцию. На этой позитивной ноте. я спрашиваю. Как отнеслись родственники к этой работе? Была ли какая-то их реакция? Он на самом деле работал вместе с матерями-стрепленницей в очень тесном взаимодействии. сфорный момент вот перенос как бы в галереи или в контекст искусства очень такой насыщенной историей и как бы существование этих людей переносится только в этот контекст. То есть они вычеркиваются из какого-то общего исторического? Ну, не обязательно они вычеркиваются. и вычеркиваются и вычеркиваются и вычеркиваются и вычеркиваются знаем, что вы работали с ними, но вопрос больше о том, о том, они из исторического контекста к галереи и это очень сильное действие и действие и что они думают? но это проблема как вы их трансфер из одного контекста к другому, и этот контекст контекста контекста и, в частности, это немного спектакл. это цель и я счастлив если это такое что остается на странице телевизора или нового подъем нет ни нежели это не ни ни не ничего ни не ни 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 Для меня это место, идея из-за благотворения, это иностранство, потому что эти люди убили иностранцы. Они не были борьбы. В войне есть правила. И это благотворение, это благотворение, это галерея, когда я видел, это было для меня лучшим местом. Когда я делал на этой земле, у нас есть благотворение, потому что это на саде. Мы пытались, это не как исключение искусства, это не просто искусство искусства, это искусство искусства, которое в моей жизни и я просто хотел показать так, потому что это очень важно иметь связь с новыми, которые мы слышим. Сейчас мы смотрим много фотографий, которые не связаны. И даже ты в Украине, ты смотрел Боснию и Ирак, как что-то далеко, и это пришло здесь, в твоем доме. Так что основная вещь – это как мы делаем с этими имидами новостей. В определенном смысле это, конечно, провокация и осознанная. И перенесение этого события в галерейный контекст – это попытка также каким-то образом справиться или противопоставить это тому, что мы видим на экранах телевизоров. И это информация, которая в конечном итоге никуда исчезает, потому что это такой большой поток информации. Мы каждый день слышим о каких-то конфликтах, они происходят в Ираке, в Боснии, и мы никак не ассоциируем себя с ними. В то время как в галерее – это возможность совершенно другим языком и с другой публикой говорить о тех же самых вещах. И вот эти белые листы бумаги символизируют как раз эту чистоту и какую-то невинность, которая для меня была очень важна. И они должны быть представлены в таком же белом и нейтральном пространстве для того, чтобы максимально проявиться. Да, я имею в виду другую вещь. Например, мамы убили. Они были исполены один день с боссами от Сребринца. Открылся у них с сребринца. Я не знаю, что это было сложно. Я не знаю, что это было сложно. И компания в Сребринце, это называется Сребринца Экстресс. И это название меня мешало, потому что эти экстрессы – это как вы можете убить 8000 людей в 2 днях. И, по-другому, это 25 лет, что криминалисты еще не обманывают. Так что здесь у нас есть очень быстрый процесс, и здесь у нас есть очень быстрый процесс. Ну и для меня тот факт еще, что женщины-сребринницы, они были все эвакуированы на автобусах, и только мужское население осталось там. И компания, которая занималась, ну, собственно, перевозками, она называется Сребринница Экспресс. И это факт, который меня, конечно, до сих пор возмущает. И, кроме того, это вот вещи, которые произошли очень быстро, но уже на протяжении 25 лет эти военные преступники все еще не осуждены. И этот процесс занимает какое-то бесконечное количество времени. он очень длительный, в отличие от того, что 8000 человек было убито там в течение двух суток. И я сделал фотографических портрей от женщин. И я сделал портрей, фотографические портрей от женщин. И мы рисковали в большом высоте. И я их положил на бассейне. И я сделал это в Георгии, в Грисе, в Генееве, в рамках Украины Паласа. И даже в Парисе, у нас есть бассейна Геордж-Компидур. И люди, которые ждут на этот бассейн, половина из них никогда не вездают Геордж-Компидур. И они имеют эту арт-факу, это факт. И, в то время, что было интересно, в том же время, просто рядом с моей фотографией женщины, это был постер для «Терминатор». Так что, вы знаете, вы пытаетесь людей думать о кино. Они идут в кино, чтобы играть, но также вы пытаетесь думать о кого-то, кто прошел трагическое событие. Ну и, к примеру, другой проект с этим также связан. Это фотографии этих матерей-сребреницы с сумками, которые были распечатаны в натуральную величину и развешаны на остановках автобусных в разных странах. В Греции, в Грузии, в Франции, например, напротив центра Жоржа Помпиду. И это, конечно, контекст, в котором люди не ожидают увидеть современное искусство. И даже половина тех, кто ожидает автобуса на остановке центра Жоржа Помпиду, вряд ли в нем были. Но вот этим жестом вынесения этого искусства в публичное пространство, я как бы их вовлекаю в какой-то другой процесс. И интересно, что именно на этой остановке рядом с фотографией женщины-сребреницы была реклама фильма «Терминатор». И это было такое очень странное и интересное соседство. Я задавал вопрос о религии потому что я работал с мусиками и с мусиками и это было очень сложно говорить с ними об этом потому что они не хотели говорить и рассказать их историю. Это было очень сложно сделать какие-то связи с ними. Но это это проблема политических элементов. Потому что они используют сребреницы так много политических способов что нет места нет базы для помогать эти люди жить нормально и сребреницы как символ трагедии 21. веков. И есть один большой фото изображение французского фотографа я не знаю его имя. Он сделал фотографии сребреницы молодые люди и вы видите что это город и вы видите как они не имеют жизнь. после 25 лет сребреницы это как Нагасаки это символ и 25 лет они не хотят сделать это место жить с собой они хотят им символ для их политические игры я перевожу да вопрос или комментарий был о том что Коля тоже работает с музыкантами из серебренницы и достаточно сложно с ними взаимодействовать поэтому он спрашивал собственно о том как Андрей взаимодействовал с родственниками на что Андрей отвечает что для европейского союза серебренница до сих пор является таким символом вот этой катастрофы и например он видел фото проект французского фотографа который снимал вот детей обычную жизнь в серебреннице сейчас и это показывает что даже спустя 20 лет это город который как бы не пришел в норму не вернулся к какому-то нормальному образу жизни а по-прежнему находится вот в этой такой подвешенной какой-то электролизованной ситуации потому что для всех это для политиков это выгодно это такой символ и в общем они не предпринимают никаких шагов для нормализации ситуации для того чтобы как-то выйти из этой ситуации и соответственно поэтому сложно с этими людьми общаться потому что в общем никто не пытается каким-то образом их жизнь улучшить или нормализировать или как-то помочь им выйти из этой ситуации наоборот она только все больше как бы подчеркивается и усугубляется в каком-то смысле этим Thank you Thank you